Анализ сточных вод является сравнительно новой областью исследований, которую Европа внедрила для выявления лекарств и считается одним из самых точных для выявления употребления наркотиков в европейских городах. Так что данным о росте потребления кокаина и коноплей можно стопроцентно доверять. Но помимо не очень тешительных данных, полученных в лабораториях по сточным водам, особое беспокойство вызывает еще и тот факт, что на территории Эстонии были замечены случаи продаж под видом обезболивающих смертельных таблеток. До нас дошла информация, что в Эстонии распространяются поддельные таблетки оксикодона, которые содержат смертельную дозу метанитозена. Даже одна таблетка является летальной. По нашим данным, препарат распространяется через интернет. Тут стоит пояснить, что оксикодон – это сильнодействующий обезболивающий препарат, который можно получить только при цепту врача. А вот метанитозен – это, схоже с фентанилом, крайне опасный синтетический опиоид. Опасность заключается в том, что одна поддельная таблетка содержит примерно 28 доз. Это значит, что человек может умереть от принятия лишь одной таблетки. Так, например, у полиции есть информация, что человек принял 1,8-ю приобретенной на черном рынке таблетки, что привело к передозировке. Полиция сейчас работает над тем, чтобы выяснить, откуда именно в Эстонию поступает этот опасный препарат. Опыт зарубежных коллег показал, что в прошлом году была схожая ситуация в США, когда была задержана партия из 80 миллионов похожих таблеток, с которыми мы столкнулись сейчас в Эстонии. И наши силы направлены сейчас на то, чтобы выяснить, кто распространяет эти таблетки у нас в стране и откуда этот препарат поступает. Мы знаем, что в Польше тоже столкнулись с похожей проблемой. Полиция обращается к людям, кто обладает хоть какой-либо информацией о таких таблетках и способах их распространения, сообщить об этом на адрес электронной почты, который можно найти на странице policei.ie. Нужно понимать, что рецептурные лекарства не просто так выписываются врачом с предельной осторожностью лишь при реальной необходимости. Уж точно их ни в коем случае нельзя покупать в социальных сетях. Никто не может гарантировать, что не случится даже смертельного исхода, ведь никто не знает, что содержится в продаваемых дилерам наркотиках. Но кому-то кажется, что покупка таблеток не так опасна. Нужно твердо уяснить, что перед злоумышленниками никогда не стоит цель помочь, вылечить или избавить от боли. Они лишь алчно и цинично зарабатывают на здоровье людей. Сергей Вченков, Роман Васильев. Новости Таллина.